Чтобы не было всяких придумываний, додумываний, там, всяких рассуждений хейтеров о том, что там, кто говорят, денег нету, кто покупает такие дорогие вещи, я вам просто расскажу, как это случилось, откуда у нас эта штука вообще взялась, которую мы как сюрпризились и приготовили. Здрасте, милые ребята! Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла. В общем, дело было так. Мы со зарплаты закрыли кредитку с Костей, ну и жить уже надо было с этой кредитки. И ему подошло время делать ТО в машине, техническое обслуживание. Вот, он мне говорит, Лена, я записываюсь, поеду, я ему говорю, Костя, у нас машина уже давным-давно, ну, как бы, если что-то поломается, они ж не будут уже, ну, вот этот официальный, как он правильно называется. Ну, в общем, там, где машина покупалась, там уже не будут же, что ни гарантийно ничего чинить. Он говорит, да нет, уже вышла, уже сколько лет у нас эта машина, уже вышла это всё, как бы, срок. Я говорю, а для чего тебе тогда ходить на техобслуживание, ездить к ним, записываться, если у них очень дорого. Ну, это, как бы, фирменный салон именно Ниссана. Пропал пацан, сменил свой четверку на Ниссан, купил Ниссан, тебе с ним сам. И это очень дорого. Я понимаю, что, возможно, они там всё сделают как надо и, ну, как бы, дадут какую-то гарантию именно на выполненное техобслуживание, и что это важно и всё такое, но, с другой стороны, можно где-то отдать и сделать его дешевле, потому что, понятное дело, что в фирменных салонах всегда, ну, намного дороже. Ну, в общем, Костя всё равно записался на этот Ниссан, но он поехал туда, сделал ТО, приезжает, и я спрашиваю, сколько с тебя взяли денег. Он говорит, Лену, лучше не спрашивай. Нет, не хочу, хватит, хватит жизни удавать, не хочу так жить, не хочу, лучше умереть, да, умру как мужчина. Я типа отработаю, буду в вашем ТикТоке сниматься. А мы перед этим, ну, в общем, мне Надя начала рассказывать, что Лена ТикТок, он приносит деньги, там можно зарабатывать, говорит, даже когда ведёшь просто трансляцию, попробуй, заведи ТикТок. В общем, Надя меня уговаривала этим заняться, мы даже с ней несколько сюжетиков вместе придумали, в которых должен быть Костя. Ребят, мы на море приехали, мой муж с меня глаза не сводит, только на меня и смотрит, боится, что я куда-нибудь уйду. В море заплыву, чуть дальше, хоть на метр от него, он уже... Куда плывёшь? Чё так далеко? Плыви обратно. Видите, сидит, ест, охраняет цветочка, ребят. Я ему рассказала, говорю, давай попробуем, снимем коротенькие видео, там смешные. Ну, он что-то вздыхал, ничего не говорил, ни Дани, ни нет, но вздыхал, что он там не особо хочет. А тут приезжает с этого ТО и говорит, блин, я отработаю, я буду в вашем ТикТоке сниматься, если вы хотите, ну, блин, не спрашивай, сколько это стоит. Ну, я ему сразу говорю, тогда я закажу Алисе то, что я хотела, тоже. Раз уже, говорю, ты, типа, большие деньги тратишь, то и я потрачу. Короче, я об этой штуке давно мечтала. Ну, и вышло так, что, короче говоря, он потратился на машину, я потратилась на вот эту вот штучку, которую мы сейчас с Алисой подали. Вот, это не означает, что у нас в горе денег, что у нас есть лишние деньги, это означает, что мы, ну, тупо опять влезли в кредитку, но, блин, не знаю, так получилось. Можете это, как хотите, обсуждать, может кто-то писать, что все это неразумно, может кто-то напишет 100%, что, типа, Костя прав, потому что машина это важное. Ну, короче говоря, пишите, что хотите, я вам рассказала правду, как что было, ну, вот эту саму ситуацию, просто, чтобы ее не перекручивали, не рассказывали по-другому, откуда у меня эта штука, как она была куплена. И вот она себе стояла запакованная в коридоре, посылочки ее прислали по почте, и я просто не находила времени там открыть, это надо изучить, это надо установить программу специальную. А тут, ну, вот, пять с половиной лет, и мы про это вспомнили уже практически ночью, уже когда ночь началась, и решили, что почему бы не приурочить подарок, почему бы Алиску не поздравить с ее пяти с половиной, с пяти с половиной годами, и не подарить его, так сказать, на день варенья. Вот, потому что все равно подарим просто так. Пиздец!